Европа испугалась песни про зайцев. Беларусь не примет участие на конкурсе Евровидения. Организаторы сочли, что уже вторая песня группы «Голос из Местца» не соответствует, чему именно поистить не смогли. Новая песня, которую представили белорусские участники, якобы цитирую заявление Европейского вещательного союза, нарушает правила Евровидения, а конкурс не должен использоваться в качестве инструмента или подрывать свою репутацию. Чем? Песни про зайцев. В начале марта организаторам конкурса не понравилась первая композиция белорусского коллектива «Я научу тебя». В ней усмотрели политический подтекст. Текст новой песни тоже не зашел. Нам кажется, что это политически мотивированное решение. Как утверждает автор слов, я думаю, что это очевидно для всех нас. Политики, конечно, в этих песнях нет. Скорее, они какие-то социальные, наверное, снимают проблемы, чем политические. Нам очень жаль, что в ЕВС рассмотрели что-то иное в этих песнях. Я хочу обратить внимание на то, что ни разу в ходе нашей переписки Европейский вещательный союз таки не смог нам пояснить, какое слово, какая строчка, какой куплет может быть связан с политикой и может нанести ущерб имиджу конкурса Евровидения. Ответ был однажды что-то наподобие того, что, вы же понимаете, все намного более тоньше, чем не то слово или не та строчка. Для скромной группы из Барановича, о которой еще буквально месяц назад мало кто слышал, сегодня знает вся Европа. И это уже своего рода успех, может быть, даже получше победы на европейской сцене. У песни «Я научу тебя» больше миллиона просмотров. «Мне хотелось бы сказать словами песни Аллы Борисовны. Нас бьют, мы летаем. Не расстраивайтесь, ребята, все будет хорошо в вашей жизни. Я лично сам никогда на это не обращаю внимания. Только работой, только песнями, только концертами, только клипами нужно доказывать вперед и вверх. Все будет здорово». Белорусы могут лишиться куда больше голосов, чем одного на Евровидении. Такая опасность существует. Недавно взломанная база пользователей платформы для онлайн-петиции «Удобный город» выставлена на продажу. За копейки. Всего-то за 60 тысяч российских рублей. Это около 2 тысяч в пересчете на белорусские рубли. Потенциальным покупателем за эти деньги получает личные данные 600 тысяч пользователей, фамилию, имя, отчество, телефон, адрес домашней, электронной почты. Законно ли это? Конечно, нет. Но в теневом интернете свои правила, точнее их нет, а личные данные людей там весьма ходовой товар. Если они попадут в руки мошенников, последствия могут быть печальными. Учитывая уровень безопасности разных альтернативных платформ, где гарантия, что данные пользователей, к примеру, того же «Голоса», в скором времени не выставят на продажу? И речь совсем не о том «Голосе», который шоу на телеканале ОНТ. Сегодня вечером об этом новый выпуск «Политстендапа» мы продолжаем предоставлять площадку экспертам, которые анализируют актуальные события. Аналитик и специалист в области IT Илья Бегун, он и сам еще недавно был на другой стороне, рассуждает о том, как легко обмануть тех, кто сам обманываться рад. Кто и зачем предлагает белорусам голосовать в интернете за бабку, за детку, за внучку, да хоть за жучку, чей голос учтет бездушная система и откуда в электронной голосовалке мертвые души? Как устроены алгоритмы «Взгляд специалистов» платформа «Голос» как пример цифровой манипуляции? Разбор по нотам сегодня в вечернем выпуске новостей на ОНТ. О других событиях дня. Пятые сутки. Обстановка на границе с Литвой без улучшений в пункте пропуска «Каменный лог». Досмотра ожидают порядка двух тысяч фур, и они продолжают прибывать. Напомню, из-за программного сбоя у литовских коллег белорусские таможенники не могут оформить вся большегруза. Делают это литовцы вручную, что существенно замедляет процессы. По той информации, которая у нас есть, литовская сторона планирует устранить вот эту неисправность в своих информационных системах в понедельник. Сейчас среднее ожидание время въезда в Литву для водителей грузовиков около восьми часов. Тридцать два человека погибли в результате столкновения двух пассажирских поездов на юге Египта. До 165 возросло числом пострадавших. Авария произошла примерно в 300 километрах от Каира. По предварительной информации, кто-то из пассажиров дернул стоп-кран, после чего состав резко затормозил, и в него врезался шедший позади поезд. С рельс сошли три вагона. Египетская генпрокуратура начала расследование. Машинисты двух поездов задержаны. Больше 125 миллионов заразившихся новым штаммом коронавируса, плюс 600 тысяч за сутки, новый вид ковида крайне агрессивен. Больше 40% случаев приходится на Европу. На втором месте Северная и Южная Америка. Начало третьей волны ковида официально подтверждают в Германии. У половины пациентов там найден именно британский штамм. О нем шла речь накануне и на рабочей встрече во Дворце независимости. Министр здравоохранения доложил о работе над белорусской вакциной и розливе российского препарата. Медики сходятся на том, что Беларусь готова к мутировавшему варианту ковида. Первые случаи британского штамма зафиксированы у нас, с ними успешно справляются. В мире и Европе тем временем остро не хватает вакцин. В Украине этот вопрос решают вообще кардинально. После скандала с вип-группами для прививания люди начали заниматься самолечением. По ветеринарным аптекам прокатилась волна закупок антипаразитарных препаратов. Причем вводят их люди себе сами внутримышечно, что вызывает немалые опасения у медиков. Жесткие столкновения с полицией в Великобритании. Жители Бристоля вышли протестовать против ограничения протестов. Это новый вид недовольства, который демонстрирует радикально настроенная часть толпы. В центре Бристоля собаки и конная полиция. То и дело в ход идут дубинки. Причина простая. Такие митинги уже нанесли финансовый ущерб практически всему центру города. Разбитые витрины, мародерство, сожженные автомобили. В Великобритании сейчас должен выйти закон о полномочиях полиции. Если раньше, чтобы запретить проведение согласованного митинга, полиция должна была доказать, что это может быть небезопасно, то сейчас никаких доказательств не будет нужно. Даже использование громкоговорителей на улицах для управления толпой будет наказываться штрафом. Ориентировочная сумма – 3,5 тысячи долларов. Час Земли сегодня отмечает планета. Больше миллиарда людей из 180 стран поддерживают эту экологическую инициативу. В 2030 сегодня, по возможности, все, кто хочет чем-то помочь Земле, как минимум сэкономить электричество, выключат свет. Касается это не только квартиры домов, но и больших государственных объектов. В Беларуси, например, так выключают Национальную библиотеку, Большой театр, музеи, торговые центры и гостиницы. 28 сцен сегодня работают для белорусского зрителя. В мире отмечают Международный день театра. Самый популярный в нашей стране – Большой театр. Билеты на постановки сюда сложно купить. На втором месте – музыкальный театр. За год его посещают больше 65 тысяч белорусов. И замыкает тройку драматический театр имени Якуба Колса. Но в целом белорусские театры популярны у зрителя. Постоянно обновляют репертуар. Но хотелось бы, чтобы сцен в принципе стало больше во всех регионах страны. Функция как раз театра воспитательная. И вот тот, который заряд какой несет театр – любой. Он должен обязательно воздействовать на умы людей, на эмоцию, на прочие всякие вещи. И в общем-то созидать. Еще одна особенность белорусского театрального мира – почти половину постановок в Беларуси делают для малышей. Хоккейная команда президента стала первым финалистом 14-х республиканских соревнований любителей хоккея. Сегодня болельщики на Олимпик-арене увидели 11 заброшенных шайб и победу команды президента над сборной Минской области 9-2. Отметим и голевую передачу Александра Лукашенко. Дальше только финал. Решающие матчи совсем скоро и не нужно слов, чтобы понять, что болельщики ждут этих эмоций снова и снова. На трибунах всегда аншлаг. Много красивых людей, которые с гордостью надевают национальную символику. Естественно, становятся частью большого хоккейного праздника. И, конечно, уже по доброй традиции уносят домой не только позитив, но и сувениры от президента. Супер, вообще поддержка такая. Я сейчас хочу сказать, что мало где можно встретить в мире при нынешней ситуации такую поддержку. И вообще столько людей на хоккее и вместе. Это очень круто. Спасибо большое за поддержку. Лучшими игроками сегодняшней встречи признаны Евгений Луцевич и Николай Лукашенко. Хоккейная команда президента 11 раз выигрывала соревнования. На этот раз в финале ей будет противостоять Брестская область. Продолжение следует...